В прошлом уроке мы уже использовали один инструмент, который называется «Произвольная фигура». Теперь давайте поговорим про вообще все фигуры, которые нам позволяют сделать Photoshop по умолчанию, которые идут. Итак, для этого давайте же создадим новый файл. Создать. Окей, все как обычно. Так, я сделаю масштаб один к одному, чтобы было лучше видно. И теперь начнем, пожалуй. Итак, первая фигура, которую мы рассмотрим, называется «Прямоугольник». Вообще, сначала давайте рассмотрим все атрибуты, которые здесь есть. Итак, панель атрибутов или параметров. И здесь первый пунктик, который называется. Это он указывает, как нам создавать фигуру. Когда он стоит, у нас фигура состоится на новом слое. То есть, когда мы рисуем фигуру, появляется новый слой в Photoshop. Дальше, если мы укажем этот параметр, то появится не новый слой, а просто контур этой фигуры. Контуры мы еще будем разбирать. Это довольно-таки очень полезный и нужный инструмент. Поэтому, просто, чтобы вы знали. Дальше. И еще один параметр. Это просто он создает пикселы. Что это значит? Это то, что он не будет создавать новый слой, а просто создаст рисунок на том слое, вот только не на векторном. То есть, вот на этом слое мы не сможем ничего нарисовать. Посмотрите внимательно. У нас здесь стоит вот такой вот знак запрета. Когда мы выберем обычный фон или создадим новый слой, обычный пиксельный, то уже сможем нарисовать картинку. То есть, она рисуется обычными пикселами. То есть, получается такой обычный растровый рисунок. Итак, думаю, здесь все понятно. Так, я обычно использую всегда именно слой фигуру, потому что мне потом удобнее будет работать именно со слоями. Давайте это все назад верну в открытое состояние. Итак, думаю, здесь понятно. Выбирайте тоже слой фигуру, потому что потом даже нам будет легче что-то редактировать, когда у нас все будет идти отдельным слоем. То есть, допустим, у вас не понравилось в своей шапочке, допустим, главное меню. Вы выбрали слой главного меню и там отредактировали то, как вам все что-то надо. Думаю, с этим понятно. Идем дальше. Вот эти два перышка мы тоже обсуждать сейчас не будем, потому что это именно инструменты для контуров, и мы их тоже потом рассмотрим. Итак, выбираем первый прямоугольник. И погнали сразу же разберем вот эти атрибуты. И нарисуем, покуда мы не нарисуем прямоугольник, они вот эти не будут доступны нам. Итак, первым делом рисуем любой прямоугольник. И обратите внимание, что у нас стали доступны другие атрибуты. Что это такое? Первый атрибут называется «Добавить к области фигуры». Что это значит? Когда мы еще ничего не нажали, мы можем к этой фигуре добавить еще какую-то фигуру. То есть, видим. Это все будет идти одним фоном. Ой, извиняюсь, я затупил. Так. Сделаем это. Я не нажал, сам значок я забыл нажать. То есть, вам сказал, а нажать забыл. И обратите внимание, мы сейчас можем, видим, у нас появился такой плюсик на стрелы, на курсоре. Видим, около курсора плюсик. И это значит, что вы можете добавлять к квадратику еще другие какие-то фигуры. То есть, можете выбрать другую фигуру и тоже добавлять. Следующая фигура называется «Вычесть». То есть, она наоборот вычитает из квадрата что-то. Дальше. Следующая фигура называется, по-моему, перекрытие. Сейчас посмотрим. Так. Пересечение. То есть, там где пересекается, то и окрасится. Остальное, видим, не окрашивается. Давайте я отменю и выберу. Вот здесь чуть-чуть вверх срежем. То есть, видим. То, что не пересекается, то у нас не закрашивается. И следующее действие это наоборот. То есть, то, что у нас пересекается, то становится белым, видим. То есть, наоборот все делает, инвертирует. Следующие пункты это цвет и стиль. То есть, сейчас если мы перестанем рисовать, то у нас получилась вот такая вот именно векторная фигурка. Следующие пункты это стиль и цвет. Цвет здесь мы можем выбрать, какой хотим. Думаю, с цветом это понятно. Выбрал и все. И следующая фигура будет вот такого цвета. А стиль, он делает не только цвет. То есть, у фигур может быть масса параметров, которые мы тоже будем разбирать уже через пару уроков где-то. То есть, можно присвоить тень, цвет, градиент, прозрачность и еще кучу всяких эффектов. И вот определенный набор эффектов можно сложить в какой-то стиль. И в следующий раз, когда мы будем рисовать фигуру, она станет вот такого стиля. Видим, с желтой обводкой. Можно сделать еще с черной обводкой. Ну, то есть, покуда мы не начали рисовать новую, можно здесь сразу менять. Видим. Вот это вот таким макаром работает стиль. Так, это я все убираю. Стиль, покуда давайте поставим, выберем нет без стиля. То есть, видим, как я эту выбираю. И здесь цвет поставим. Пускай будет такой зеленый. Итак, следующие параметры прямоугольника это вот в этом менюшке уже. Итак, первый параметр стоит это произвольно. Ну, произвольно понятно. Рисуем, как хотим. Прямоугольник, квадрат делаем и все такое. Следующий параметр называется квадрат. То есть, из прямоугольника получится только квадрат. То есть, как бы вы тут не старались, больше у вас нифига не выйдет. Потом идем. Заданный размер. Ну, думаю, понятно. Задаете ширину, высоту и ставится прямоугольник куда вашей душе угодно. Потом идут задать пропорции. Пропорции, знаете, как на экране. А1, 3, 1 к 1. Допустим, если поставить отношение ширины к высоте 1 к 1, то у нас опять-таки получится квадрат. То есть, высота будет равна ширине. Если поставить отношение 1 к 2, вот допустим, ширина будет 2, высота 1, то ширина будет всегда два раза длиннее высоты. Ну, думаю, с этим тоже все ясненько. Следующий пункт, который мы рассмотрим, это от центра. То есть, по умолчанию у нас прямоугольники рисуются от того края, где мы нажали мышку и дальше повели. Если стоит пункт от центра, то обратите внимание, как у нас все рисуется. То есть, там, где я нажал, там образуется центр новой фигуры. И никак иначе. Ну и потом пункт привязать к пикселям. Он позволяет привязать картинку к пикселям. Дальше идем. Так, так, так. Так, прямоугольник с скругленными краями. Отличается от обычного прямоугольника только тем, что здесь мы можем задать еще радиус скругления краев. По умолчанию стоит всегда 5, по-моему. Точно не помню уже, если честно. Ну, в принципе, это не суть важно. Поменять всегда можно. И обратите внимание, когда мы рисуем, появляются скругленные края. 5, если я поставлю сейчас, вот как было, 55 давайте сделаю, то края уже стали заметно круглее. Видно. Пункт следующий называется эллипс. Опять же, слои я эти поудаляю. Итак, эллипс точно так же настройки. Первое, окружность. То есть, получится какой-то определенный круг. Затем идет заданный размер. То есть, ширина, высота, круга. И пропорции тоже самое. Все, в принципе, рисовать от центра или от края. То есть, думаю, объяснять ничего не надо. То же самое, что здесь, только там были квадраты. А здесь идет полноценный круг. Или эллипс. Следующая фигура, тоже довольно интересная. Это шестигранник. Ну, вообще, многоугольник называется инструмент. Просто нарисован шестигранник. Смысл в том, что вы можете задать углов столько, сколько вашей душе угодно. Итак, я здесь в прошлый раз рисовал. Видим, у меня здесь 46 углов. Давайте поставим покуда шесть. И посмотрим на его настройки. Итак, первая настройка. Сгладить внешние углы. Ну, давайте сначала нарисуем так. Так, так, так. Видим шесть углов. Теперь давайте поставим углов не шесть, а двадцать... Давайте двадцать семь. Нарисуем с двадцатью семью углами. Получается вот такой вот почему-то круг. Ну, видим. Вот. Ну, тут углы, конечно, есть, но... Хотя, может, и нету. У меня просто увеличение стояло. Дальше идем. Двадцать семь сторон стоит. И первый ставим сгладить внешние углы. Ну, радиус, думаю, это понятно. Поставить радиус 50, и вы нарисуете круг с радиусом 50 пикселей. Все, больше получится у вас не сможет. Дальше идем. Убираем ограничения. И ставим первое сгладить внешние углы. И уже у нас опять ничего не выходит. Так, ставим, подождите. Звезду выбираем. Вот, это для звезды углы задаются вообще-то. И уберем сначала все. То есть останется звезда и глубина лучей поставьте у себя тоже 10%. И ставим. Видим. Получается вот такая звезда. Глубина лучей в 10%. Что это значит, что они будут уходить в глубину, вот эти лучи, на 10% от общего размера круга. То есть если мы здесь поставим, например, в глубину в 70%, то посмотрите, что у нас получилось. То есть они стали уходить линии еще глубже. Дальше. Давайте поставим все-таки процентов 20. И первый пункт. Сгладить внешние углы. Обратите внимание, что у нас будет. У нас внешние углы становятся вот такими гладенькими. Ну и следующий пункт, думаю, тоже понятен. Сгладить внутренние углы. Что это значит, что у нас и снутри, и снаружи тоже будут гладкие такие углы. То есть тут были прямоугольные, видим. Здесь они начинают скругляться. Как сверху, так и снизу. В общем, все, как вы захотите здесь настраивайте. Потом идет инструмент, называется линия. Сейчас мы с линией тоже разберемся по-бырому. Там тоже ничего сложного нету. Итак, линия. Здесь давайте мы это все отменим. И нарисуем обычную линию. Видим. Такс. Дальше идем. Здесь сразу задается... Обратите внимание, что когда вообще что-то рисуете, фигуру, сразу вбирается ее контур. То есть можете вы отменить этот контур. И вот видим, как эта линия выглядит на самом деле. Можно здесь менять толщину линии. Давайте поставим. Три пикселя. И проведем. Видим. Поменялась толщина. Дальше идем. Что здесь еще может быть? Начало и конец. Это стрелки для линии. Если вы их поставили, то видим, как они идут. Появляются стрелки. Следующий пункт это размер стрелок. То есть максимальный вообще 1000 на 1000. Видим. Если мы поставим, допустим, 500 вместо 1000, наши стрелочки станут в два раза меньше ровно. Смотрим. Бац. Ну и если, естественно, можно убрать начало, то... Опля. Конец вместо... Убираем, начало ставим. То стрелка уже появляется именно с начала. То есть там, где мы начинаем рисовать. Дальше идем. Так, идем дальше. И кривизна. Что такое кривизна? Опять поставлю начало и конец. 1000. Давайте поставим пикселей. Кривизна может идти от минус 50 до 50%. Давайте поставим минус 50. Она тоже влияет на сами стрелочки. И обратите внимание, как у нас идет стрелка. То есть, вот она, линия обычно, видим, так закругляется. А тут она уже получается, стрелка, она вообще пропала. То есть она закругляет уже, делает острыми концы самой линии. Ну, если мы поставим вместо минус 50 просто 50. И сделаем... Так, не то. Давайте поставим, чтобы было видно. 30 поставим. Это елки-моталки. А, е-мое, размер. Я-то думаю, вот так вот. И видим. Обратите внимание на края стрелочек. Вот здесь вот именно. То есть они становятся вот такими вот закругленными. То есть если поставить ровно 0, они будут идти ровненько. Если мы поставим минус 30. И начнем рисовать. То края уже пойдут вот так вот. То есть 0 так. Когда уходим минус, они начинают отгибаться в эту сторону. Когда ставим плюс, они начинают отгибаться, наоборот, внутрь стрелочки. Видим. В принципе, на этом, думаю, все. Теперь остались еще произвольные фигуры у нас. Ну, тут тоже понятно. Просто выбираете произвольные фигуры. Еще их можно создавать самому. Это все мы рассмотрим уже в следующем занятии. Продолжение следует... Редактор субтитров Т.Горелова